Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутска сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова и Николая Слепцов, у микрофона ведущая Сарглана Антонова. «Каждый ребёнок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то мере ребёнок» Артур Шопенгауэр. В детстве к человеку приходит множество идей, как умных, так и нелепых, но большая часть из них благополучно забывается. Тем не менее, некоторые дети стали настоящими изобретателями и внесли свой вклад в окружающий нас мир высоких и не очень пока что технологий. Знаете ли вы, что объединяет, например, тёплые наушники, водные лыжи, батут, шрифт, брайля, фруктовый лёд, калькулятор, снегоход и даже шёлк? Это всё изобретения, сделанные в своё время детьми. От игрушек до серьёзных средств передвижения и вычислительной техники. Дети могут всё. Не стоит отбрасывать идеи, пришедшие в голову ребёнку, как заведомо банальные. Какая-то из них может определить наше будущее. Итак, юные изобретатели. Кто они? Что они изобретают в наши дни? И каким видят своё будущее? Ответить на эти вопросы я попрошу сегодня своих собеседников. Итак, это учащийся Актёмского научно-образовательного центра имени Михаила Ефимовича Николаева. Иннокентий Герасимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Айлан Иванов. Добрый день. Добрый день. А также их классный руководитель Марина Петровна Алексеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа, напомню, выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. А начать я его хотела бы, наверное, с вопроса, каким всё-таки наши дети видят своё будущее. Пожалуйста. Наше будущее. Я предполагаю, что в будущем все наши профессии станут цифровыми, адаптируются под цифровой век нашего времени. Это могу только приписаться к словам моего одноклассника, потому что сейчас идёт бурная цифровизация, начиная от образования, некоторых услуг и тому подобное. Очень это обнадёживает. И очень интересно, что же будет в будущем. Ну, сегодня вот мы решили посвятить нашу передачу изобретениям, изобретениям, которые сделаны детьми. Но изобретения, я сказала бы так, они, можно сказать, относятся к миру взрослых. Могут ли роботы, например, стать помощниками учителей или, может быть, дальше в дальнейшем заменить их? Я считаю, что учителей заменить будет тяжело, потому что живое общение, визуальный контакт, он всё-таки намного лучше, чем дистанционное обучение через камеру и экран. Но как помощник учителя, я считаю, это очень хорошая идея, так как это выполняют всякие функции, которые учителю уже не обязательно можно выполнять. Я не случайно задала этот вопрос. Почему? Потому что вашим изобретением именно является? Робот-одюнт. Робот-одюнт. Давайте расскажем о нём. Вообще, как появилась идея сделать его? Сперва из-за развития инфекционных заболеваний началось развитие дистанционного обучения. И наша школа имеет специалистов из разных городов, стран, из-за чего появилась необходимость в их присутствии для качественного обучения. И мы, обратившись к нашим кураторам Ирине Ивановне и Арнессе Санчес, решили создать данный робот, который имеет функцию телеприсутствия и функцию распознавания яйца. Давайте расскажем подробнее нашим телезрителям, радиослушателям, что, собственно, представляет собой ваш робот. Ну, как было сказано, функция робота — это телеприсутствие. Но также робот может ездить, передвигаться по классу, осматривать класс с помощью шейного механизма и выводить информацию на своём главном экране. Робот состоит из трёх частей — нижняя, средняя и верхняя. Нижняя часть состоит из механизма, управляемый с помощью Arduino Uno. Средняя часть состоит из мини-компьютера и экранчика. Верхняя часть состоит из светодиодной установки, которая подключается к мини-компьютеру с помощью переходника Raspberry Pi. Давайте попросим нашего режиссёра показать робота, который собрали наши ребята, а мы будем продолжать наш рассказ. Собственно, вот с чего начиналось притворение вашей задумки. Вот в первую очередь, конечно, вам пришла идея. Дальше. Какими были ваши действия? Дальше мы решили задать вопрос нашим кураторам для поиска помощи. Они нам очень посоветовались, провели мозговой штурм и решили, что нам нужен робот, который будет похож на человека. И, в общем-то, с самого начала создания от каркаса, точнее, от моделирования до создания прототипа, это было на самом деле долго, но было довольно интересно наблюдать, как он всё улучшается, улучшается, добавляется новой функции, как мы его сделали более презентабельным, ну, как по мне, для прототипа. Хорошо. Кто помогал в притворении вашей задумки? Я так поняла, что ваш куратор, прежде всего, да, Ирина Ивановна? Да. И педагог дополнительного образования в сфере искусственного интеллекта Эрнесса Санчез. Он является аспирантом университета Хайфа. Израиль. То есть вы работаете даже с зарубежными педагогами. Да. Получается так, что вы обращаетесь к ним за помощью, получаете у них консультации, да? Угу. Очень. Сидим, встречаемся несколько раз в неделю, общаемся и программируем. Угу. Хорошо. Какие цели и задачи вы ставили перед собой, вот, создавая своего робота? Ну, именно, чтобы человек мог управлять нашим роботом с любой точки мира почти. Так. Если будет связь интернета, то он сможет использовать наш робот и обучать детей тем самым. Угу. Хорошо. Какие вообще умения, свойственные вашему роботу? Что он умеет? Угу. В общем-то, просто передвигаться по классу, осматривать детей. То есть это контроль, получается, функция контроля. Да, функция контроля и выводение информации на главный экран. Там медиа, что-нибудь фотография, задания. И еще вот как раз уже добавили код искусственного интеллекта. Угу. Он написан на языке Python. В общем-то, пока что он может распознавать лица, которые есть в его базе данных. Угу. То есть, получается, действительно ли сидит в классе этот ученик, да? Да. То есть он может ответить за присутствие, отсутствие, да? Да. Это, можно сказать, автозаполнение журнала. Угу. В будущем мы хотим добавить всякие интересности, такие как температура и что еще? Температурный контроль, да? Температурный контроль. Чтобы он мог измерить, если, например, ребенок, ну, может быть, больной, да, ребенок в классе, чтобы можно было вовремя его изолировать, а остальных учащихся, да? Да, и я как учитель, который вот как раз во время пандемии сидел по ту сторону экрана. Я думаю, что этот робот очень даже полезен, потому что это не будет говорящая голова на экране, а вот действительно ассистент учителя, который передвигается по классу, работает, вступает в интеракции с учеником, с группой учащихся, и получается намного интереснее. Да, Витя? А вы же проводили еще апробации? Да, вот апробации как проходило? Ну, наш учитель подключился к нашему роботу со второго этажа, и подключился, и вел свое занятие, которое было заранее подготовлено, чтобы показать. И при этом же вы как раз помните, учащиеся восьмого класса, теперь девятый класс, они работали над своими проектами, и как раз-то вот именно апробация была проведена, учитель дистанционный сидел в другом здании, в другом кабинете, даже на другом этаже, но проводил занятия, и дети вот как раз под руководством учителя дистанционного писали какие-то программы, что-то собирали, что-то соединяли, да, Витя? Да, было. Хорошо, вот после апробации, каким, может быть, мыслям, каким выводом вы для себя пришли, что, может быть, нужно доработать, что-то усовершенствовать, ведется ли работа в этом направлении? Сейчас наш робот, я считаю, мы его сделали очень хорошим, как минимум, прототипом. Да, надо тут поработать над презентабельностью, я считаю. Может быть, сделаем переосмысление, сделаем более оптимизирование, мобильнее, и очень красивым, я считаю. Хорошо. А мне вот интересно было узнать, в какие сроки вы вообще уложились, собирая своего робота? Мы учимся по треку инженерное программирование, которое ведет Ирина Ивановна. И там есть часть искусственного интеллекта, и из-за этого мы решили объединить эти уроки по этому треку и создали робота, чтобы там... Ну, в течение какого времени? Ну, в течение всего обучения. Три месяца или целый год? Да, ну, если округлить, то где-то год делали нашего робота. А мне так же интересно узнать, вообще, наверное, это не единственное ваше изобретение, да? Да. У меня, например, есть проект мини-лазерного станка, но уже с другим куратором. Хорошо. Но вы с ним участвовали в научно-практических конференциях и так далее? Где? Расскажите. В зимнем фестивале участвовал как спикер своего проекта. Зимний фестиваль — это зима начинается в Якутии, да? Да, да, да. Хорошо. А сейчас, насколько я знаю, вы являетесь участниками научно-практической конференции «Шаг в будущее», который проходит, опять-таки, в эти дни. И я знаю, что вы также вчера прошли защиту со своими проектами, да? Ну что же, мы поблагодарим участников этой части нашей передачи. Дорогие друзья, сейчас вас ждет блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и говорим мы сегодня о взрослых разработках школьников. Почему в детстве к нам приходят на ум множество интересных идей, а позже благополучно забывается. Как помочь нашим ребятам поддержать интерес к изобретениям и разработкам? Об этом и не только разговор в нашей сегодняшней программе. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Татим Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Наши следующие собеседники – это Владислав Ноев, Павел Аистан Антонов и Лев Максимов. Добрый день. Добрый день. И также их куратор Ирина Ивановна Хлопкова. Здравствуйте. Я знаю, что, ребята, вы работали над созданием гусеничного грузоперевозчика. Это действительно очень серьёзная идея. Во-первых, он малогабаритный, вот как я увидела данное видео, что специфично. И во-вторых, он является беспилотником, то есть управляется дистанционно. Это стало вот даже, наверное, очень востребованным, особенно вот в наше непростое время. Поэтому, конечно, у меня к вам куча вопросов. Постараемся ответить на них. Вообще, как пришла такая мысль, что именно вот такой маленький погрузчик нам необходим? Мы как-то всё-таки привыкли, что погрузчики у нас бывают довольно внушительного размера. Пожалуйста, кто расскажет. Наша республика очень большая. Она самая крупная во всей России. В ней живёт около миллиона человек, и две трети из них живёт в сельской местности. И у каждого селянина есть своё дворик. В дворике есть какой-нибудь огород, где растут какие-нибудь продукты. Есть какое-нибудь пастбище, где находятся крупнорогатый скот и лошади и тому подобное. Чтобы это всё содержать и восполнять, так сказать, ресурсы некоторые, на это уходит очень много сил и времени. И для решения подобных вопросов мы решили придумать какого-нибудь робота, который может автономно помогать в подобной работе. Поэтому мы придумали, собственно, нашего робота. Очень интересно. А вообще, как Вы шли к реализации проекта? Мы всегда говорим, что прежде всего, конечно, появляется идея. Затем? Затем идёт изучение литературы. Сначала мы изучали литературу по строению тракторов, буранов, а также изучали кинематику движения машин тракторного агрегата. После изучения литературы идёт изучение рынка, то есть аналогов. Стоит отметить то, что мы рассматривали только беспилотные или автоматизированные малогабаритные аппараты, которые более-менее будут функционировать в условиях Крайнего Севера. Такие аналоги были представлены от таких компаний, как Яндекс, Старшип Технологис, Алипо Баграуп, Русбейс, Эксодус и так далее. Но, к сожалению, только робот-снегоуборщик Оммипло от компании Русбейс более-менее может функционировать в условиях Крайнего Севера. То есть при низких температурах. При низких, да, до минус 50 градусов под Сельсию. Но мы заметили то, что даже у этого робота есть свои изъяны, которые мы хотели, ну, посмотрели и сделали некоторые выводы. После изучения литературы и аналогов идёт уже составление технического плана. Важно было учитывать то, что мы школьники, и нужно было уменьшить максимально бюджет. Удешевить. Удешевить, да. Для этого мы максимально пытались использовать какие-то подручные вещества. Например, каркас у нас полностью сделан в нашем технопарке. Из подручных материалов это простые железные квадратные трубы. Гусеницы также были сделаны у нас в технопарке. Гусеницы мы позаимствовали из конструкции Бурана и разделили их на два. Также большую ведущую звёздочку мы также распечатали у нас в технопарке на 3D принтере. То есть максимально удешевляли, чтобы по итогу у нас вышла не такая большая сумма. Но, к сожалению, у нас электроника более дорогая вышла. В микроконтроллер мы использовали Умки К6 с блютуз модулем. Но электромоторы и преобразователи нам пришлось не покупать. После моделирования, конечно же, после этого у нас идёт конструирование. Мы сделали наш каркас в форме прямоугольного параллелепипеда с размерами 40 см в ширину, метр в длину и 35 см в высоту. Действительно, очень компактный получился. Ну, да. Гусеницы у нас высотой в 54 см, ширина гусеницы 22 см и в длину они тоже в метр. Вот. Как я сказал ранее, гусеницы позаимствованы из конструкции Бурана. Также есть 8 ведомых катков, которые мы также позаимствовали из конструкции Бурана. И какой вес может поднять ваш? К этому мы плавненько перейдём. Хорошо. Также после конструирования у нас программирование тоже не менее важный момент. Язык мы использовали C++, программировали на SketchUp. Принцип работы, он на данный момент подключается через телефон, Bluetooth, соединение. Радиус действия 20 метров. Через дистанционное управление у нас всё это ведётся пока что. Когда мы подключаемся через телефон, задаём, например, команду движения гусениц, у нас телефон передаёт команду по Bluetooth на микроконтроллер, микроконтроллер в свою очередь передаёт сигнал на реле, реле даёт сигнал на моторы, и моторы двигают сами гусеницы. То есть, получается, для того, чтобы предварить свою задумку, жизнь, вам пришлось быть специалистами самого широкого профиля? Ну, можно сказать и так, да. Хорошо. Ну, давайте всё-таки поговорим о технических характеристиках. Какую грузоподъёмность имеют? Да, вы можете видеть сейчас на экране видеоапробации, которое мы проводили осенью. Нашего друга, вес которого составлял около 80 кг, он поднял с лёгкостью, как будто его нет. Это дало нам понять, что его грузоподъёмность более 100 кг. Также он имеет скорость 0,5 метра в секунду или же 3,6 км в час. Гусеницы, как мы и предполагали, они обеспечат ему очень хорошую устойчивость и проходимость. Но, к сожалению, наша электроника при плюс 10 градусах начала давать сбой. Это вот одна из главных проблем. После апробации мы выявили некоторые преимущества. Как я сказал ранее, это гусеницы, хорошая проходимость, достаточно хорошая скорость. Но при этом есть и недостатки, это, как я сказал, морозостойкость, отсутствие таковых обвесов, а также отсутствие автоматизации. Для решения этих проблем мы перешли на дальнейшее развитие нашего проекта. Это автономный снегоуборщик. То есть, для автоматизации мы изучали некоторые виды микрокомпьютеров и по итогу выбрали Raspberry Pi 3. Также у нас проводились консультации с преподавателем из Израильского университета Хайфа, Эрнесто Санчесом. И на данном этапе мы на начальных стадиях автоматизации недавно сделали калибровку камеры, использовав библиотеки OpenCV. Для решения проблемы безостойкости мы у компании Сахатент заказали специальный портативный гараж, которым будущим обращен корпус. Также внутри корпуса будет установлен обогреватель, который будет поддерживать постоянную температуру. В качестве обвеса мы выбрали гидравлический ковш, который может поворачиваться направо, налево, вверх, вниз и так далее. То есть ваша разработка может найти самое широкое применение буквально в каждом дворе. Получается, что радиус действия 20 метров, то есть спокойно можно работать у себя, управляя буквально с телефона абсолютно. Не прилагая к этому таких больших физических усилий. Что, например, очень важно для пожилых людей, может быть, для людей с ограниченными возможностями здоровья. И в дальнейшем, какой вы видите свою разработку в будущем, когда она уже обретет, может быть, определенные формы, может быть, уже производство, количество и так далее? Ну, если прям помечтать, то это, конечно, выход на большой мировой рынок. То есть такие роботы, наверное, будут очень актуальны у нас на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке. Также они могли бы использоваться в горнодобывающей промышленности и в целом во всех видах промышленности в качестве помощника. А также, ну, в сельской хозяйственности, вот, в большей степени тоже. Где-то вы представляли уже свою разработку, показывали, рассказывали о ней? Да, мы осенью ехали в научную выставку международную «Милсвет-Восток». Там успешно защитили честь своего региона и страны. Также вот недавно, буквально сегодня у нас прошел окончательное секционное создание МПК «Шаг в будущее. Республиканский этап». Где вы также представили своего погрузчика. Погрузчика. А вот скажите, насколько много вопросов поступило, вот, например, от экспертов? Я знаю, что очень представительная, на самом деле, научно-практическая конференция. Там сказали 1700 участников, да, 350 экспертов оценивают работы. Ребят, кто смотрел ваши работы? Какие вопросы к вам поступили? О чем больше всего спрашивают эксперты? Ну, эксперты все были приятно удивлены. Спрашивали в основном о дальнейшем развитии, то есть автоматизации спрашивали. Также спрашивали про конструкцию. Вот. Ну, в основном так. Хорошо. А не сложно ли вот вам осваивать такие, казалось бы, взрослые отрасли? Мне хочется задать вот такой вопрос. Вроде бы вы школьники, еще дети, да, и осваиваете такие взрослые технологии, которые действительно работают, могут работать и в промышленности, да, и в сельском хозяйстве, казалось бы. То есть вы занимаетесь же электроникой, программированием. Не сложно ли вам это? Не кажется, что вот какой-то слишком тяжелый груз вы берете на свои плечи? Конечно, вот иногда бывают такие мысли, все оставить, уйти. Но у нас есть непреодолимое желание помочь нашей республике, как в первую очередь ученики. И чтобы поддерживать нас в тонусе, поддерживать нас в тонусе, нам помогает наш научный руководитель Ирина Ивановна. Ну и также, чтобы также заниматься проектной деятельностью, нужно иметь огромное желание. И чтобы это желание также поощрялось в школе. Хорошо. Что еще нужно для того, чтобы стать изобретателем, вот на ваш взгляд? Изобретателем, да. Ну, я думаю, что нужна мотивация, усердность, не лениться и добиваться успехов. Да, и главное идти к своей цели, да? Ну что же, спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о взрослых разработках школьников. Почему в детстве к нам приходит на ум множество идей, а позже благополучно забывается. Как помочь нашим ребятам поддержать интерес к изобретениям и разработкам. Об этом и не только наш разговор сегодня в студии. И наши следующие собеседники – это руководитель проектов «Ребят», участников нашей передачи Ирина Ивановна Охлопкова. Мы вас представляли. И заместитель директора по научно-методической работе Актёмского научно-образовательного центра, кандидат педагогических наук, отличник образования нашей республики Марина Петровна Алексеева. Вы тоже участвовали в первой части нашей программы. Дорогие друзья, напоминаем, что наша передача выходит одновременно на телевизионном радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. К нам можно дозвониться по телефону 32 00 66 32 11 66. Ирина Ивановна, несколько слов, пожалуйста, о себе. Как давно вы вообще работаете со школьниками? Добрый день. Меня зовут Ирина Ивановна Охлопкова. Я педагог дополнительного образования и по совместительству учитель физики в Актёмском научно-образовательном центре имени первого президента республики САХА Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Работа в школе первого президента для меня является большим стимулом. И, конечно же, это большая ответственность. И тут я бы добавила, да, Ирина Ивановна, у нас также победитель республиканского профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдают детям». Поэтому перед своими детьми я ставлю такие большие задачи, взрослые задачи, которые они в ходе работы воплощают в реальность. Ну и эту реальность частично, частично, конечно, мы увидели сегодня. То, что ребята изобрели действительно робота, потом изобрели погрузчика. Я считаю, что это довольно-таки взрослые изобретения, да, несмотря на то, что это дети. Ну и действительно, вот способность экспериментировать, придумывать что-то необычное, свойственно всем детям. А позже этот процесс почему-то проходит. Вот, например, когда я была маленькая, да, у меня тоже были какие-то свои идеи. Я выросла, и, к сожалению, эти идеи забылись. Вот почему всё-таки такое происходит, да, и как помочь нашим детям сделать так, чтобы их идеи, ну, скажем так, не угасали? Ну, по своему опыту, в основном, вот эта стадия начинается с 7 класса. И с 7 класса начинается и доходит до 9 класса. И в этот период, конечно же, очень важна вот работа наставников, учителей, педагогов, чтобы помочь детям реализовать свои вот действительные идеи, и чтобы они не угасали. Так, ну, если рассказать по своему направлению, да, по инженерному программированию, у меня занимаются дети с 8 класса по 11 класс. Там мы начинаем изучать основу программирования микроконтроллеров. И с этого года вот начали изучать особенности использования одноплатных компьютеров, которые можно использовать в проектной деятельности. Также с точки зрения физики мы изучаем механические и электрические схемы роботов. И вот прямую и обратную кинематику. Вот как раз вот ребята рассказывали об этом. И хотелось бы, конечно, чтобы дети увидели полный цикл реализации проекта. Это, о чём я говорю, да, каждый проект начинается вообще от идеи уходит, да, от желания что-то создать. После этого выходит эта основная часть изучения литературы, теории, ну и так далее, да. А по практической части уже конструкции, конструирование, моделирование, да. После этого хотелось бы, чтобы вот ребята до конца довели свои работы и вышли уже на вот экономический рынок. То есть увидели полный цикл реализации своих идей. И в планах у нас, конечно, патентирование. Патентирование разработок, чтобы вот как раз... Суметь защитить. Да, да, вот именно должны также владеть авторскими правами, потому что эта разработка, это действительно... Интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд, интеллектуальная собственность. И вы очень хорошо подметили, что вот интересные идеи, интересные открытия создаются именно детьми. А вот именно такие учителя, как Ирина Ивановна, вот помогают воплощать в продукт идей. Хорошо, тогда следующий вопрос. А каким образом научиться правильно выбирать для себя направление для развития? Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. И, конечно, отдельная тема для дискуссии. Но я скажу вот именно исходя из опыта нашего Артёмского научно-образовательного центра. У нас в 10 классе начинается вот именно углубленное изучение профильных предметов. И даже по окончании школы наши дети уже получают, будут получать дипломы о специальности. И получается вот именно отличительная черта от других профильных программ, то наши дети после обеда обучаются по образовательным трекам. Например, Ирина Ивановна, у неё инженерное программирование. Есть у нас разработка мобильных приложений, разработка компьютерных игр. Дети пробуют себя. И в дальнейшем они, конечно, мы создаём такие условия, чтобы они готовились к поступлению в профильные вузы. И как раз вот у нас Айлан и Иннокентий в этом году заканчивают 11 класс. Давайте поинтересуемся, какие вы перспективы для себя рисуете, какие, может быть, задумки на будущее у вас есть. — Насчёт проекта, я думаю, я его буду так, дорабатывать им не с части программного кода, так как я более сконструирован для, наверное, написания кода, потому что мне это очень нравится. — И будущую профессию выиграл для себя? — Будущей профессии пока нет, но направление точно возьму техническое какое-нибудь. — Тут, конечно, есть у нас у якутов такое, что заранее не надо озвучивать свои будущие планы. Но, тем не менее, я скажу, что Айлан очень серьёзно готовится к поступлению. И даже во время январьских новогодних канюков он специально съездил в центральный город, посетил свой вуз, ознакомился, куда будет поступать. Но уважим его желание держать, пока всё это в секрете. — Хорошо, у вас какие задумки на перспективу в ближайшее время? — В ближайшее время я планирую, конечно же, развивать проект. Хотелось бы довести дело до конца, до окончания 11 класса. Я на данный момент обучаюсь в 9 классе, и у меня ещё, считай, этот год, 3 года в запасе есть, поэтому время не вагон, как говорится. — Было бы время и желание, да? Действительно. А, Ирина Ивановна, я хотела бы спросить. Вот у детей в этот период времени, как мы сказали, очень много задумок, и со всеми этими мыслями они приходят к вам. Насколько сложно вообще работать с такими талантливыми детьми? Я думаю, что они в буквальном смысле засыпают вас идеями. — Так, ну, действительно, у них идей очень много, но я в своей работе пытаюсь придерживаться таких рамок. Интересы по направлению и вот работа с родителями, вот это я тоже вот учитываю. В особенности, например, вот сейчас у меня занимается ученик 10 класса, поступил вот в этом году, входит в этом учебном году, и вот разработал, начал разрабатывать вот умную теплицу, Терентиев Олег. Вот как раз вот его родители имеют вот крестьянское фермерское хозяйство, и они вот приближены вот больше к сельским хозяйствам, да? И поэтому вот, учитывая желания и родителей, и ребёнка, да, мы выбрали вот такую вот тему. Выходит, при выборе темы мы обязательно обсуждаем их интересы, не только детей, но и вот идея, вот желания родителей тоже учитываем. Чтобы полноценная помощь не только со стороны вот учителя и наставника была, но и со стороны родителей и заинтересованность, чтобы было. Хорошо. Как вы знаете, все этот 2023 год у нас назван годом педагога и наставника. А вот я хотела бы ребятам задать вопрос. Наставники для вас это кто? Прежде всего, учителя, педагоги или же, как вы считаете, это более старшие друзья? Вот кто они для вас, наставники? Ну, как бы сказать. Конечно, с наставником или с учителем вы должны иметь хорошие отношения, но эти хорошие отношения не должны переходить грань между учителем и учеником. Поэтому я считаю, что наставник — это все-таки старший друг, но с какими-то рамками. Хорошо. Ладно. Своё будущее, вот мы сказали, вы решили все-таки более-менее связать со своими задумками, да? А кому первому вы о них рассказываете? Вот, например, появилась такая мысль сделать что-то интересное. И кто первый человек, кто узнаёт о ваших задумках? Это кто? Педагог, родители, друзья? Ну, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Давайте. Рождаются мысли так, я считаю, спонтанно или из-за чего-то вытекают. Допустим, сижу, что-то делаю, и потом надо подумать. Вот всё, сижу, обдумываю, может, это и имеет смысл, и начинаю спрашивать, скорее всего, первым родителям. Так, просто, если они есть, близко. Ступности, просто сказать. Прежде всего, родителям. Хорошо. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный и содержательный разговор. Я думаю, что сегодня действительно наши телезрители и радиослушатели узнали об успехах Актёмского научно-образовательного центра, о том, какие ребята здесь учатся, какие изобретения здесь проводятся. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. До следующей встречи. Саргалана Антонова